Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! И есть психология народов, которые чувствуют себя победителями, у которых не слово «жертва», а слово «самопожертвование» является доминантом их исторического развития. Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Понятно, что мы посвятим эту передачу основной теме – теме истории. Я пригласил сегодня в гости к нашей авторской программе «Позиция» Елену Пахомову. Во-первых, хочется ее поздравить. Отныне она является председателем комиссии по масс-медиам. Попросту говоря, главным представителем гражданского общества в области журналистики. Журналист Елена Пахомова. Здравствуйте, Елена! Ну, я начал вот такими философскими, такими фундаментальными словами. Вот когда мы говорим, вот есть две идеологии, народ – жертва и народ – победитель. Вот когда Михаил Федорович кричит, что мы не победили, мы не выиграли эту войну, мы ее проиграли. Это очень мне напоминает событие 6-7 апреля, когда на площади выучившиеся по определенным учебникам молодые люди, да и постарше кричали. Дожги этот парламент, дожги все тут подряд, это все у нас есть в Бухаресте. Вот мне кажется, вот это и есть результат вот такого подхода. Это мы народ – жертва, жертва несправедливости. Есть другая молодежь, есть другие люди, которые устремлены в будущее. Будущее не имеет национальной окраски. Будущее – это вещь связана. Если мы руководствуемся любовью, любовью к жизни, мы из прошлого выносим то, что нас укрепляет в этом. Если мы в горестях и бедах видим одно устремление к мести, это, мне кажется, это путь назад. А точнее, когда в будущее мы двигаемся назад, это путь никуда. Вот вчера в твоей передаче президент говорил о том, что необходимо делать фильмы об истории. У тебя большой опыт. В том числе, речь шла даже и о мультяшках. Мы знаем, вот любая национальная история, что про Жанну Дарк, что про других героев исторических, значит, оно предполагает, что это воспитание. Значит, начинаем с мультяшек, потом фильмы, потом какие-то серьезные фильмы, какие-то блокбастеры, какие-то документальные и так далее. Вот известно, что у тебя много номинаций в этой области, в тележурналистике. Ты очень много работал, ты прекрасный, по твоим руководствам, я бы тебя назвал продюсером. Значит, был фильм прекрасный об нашем историческом прошлом. Что за задачи сейчас стоят перед тобой? Какие проекты исторические, какие трудности, какие радости? Вот расскажи нашим дорогим соотечественникам. Ну, все-таки я больше автор сценария в том проекте, который мы делали вместе с Валерием Ивановичем Сталепом. Он вышел вот скоро год, как он был презентован широкой публике. Это был, наверное, первый документальный фильм, такой фундаментально сделанный, по очень небольшому, короткому периоду времени. Это 1918 год, хотя, понятно, была рассказана предыстория. Это объединение, на самом деле, несколько это иначе смотрится после просмотра фильма. Присоединение Бессарабии к Румынии. Ну, плюс еще там Буковина тоже была. Но это был проект, после которого, наверное, он открыл очень многие двери для меня, хотя и до этого были многие открыты. Много лет я занимаюсь проектом «След в истории». Он, слава тебе, Господи, существует. Я ушла с телеканала, которым работала 4 года, и забрала его с собой. Тем не менее, замечательные фильмы были. Да, они есть. Я все смотрел. Они есть, есть отдельный даже сайт, след.мд, на котором выложено все то, что было сделано тогда, и сейчас на НТВ тоже выходят новые выпуски свежие. Но вы правы, абсолютно, потому что сейчас немножко в другом проекте занята, очень большом историческом, которым отнимает огромные и силы, и знания, и время. Это огромный объем информации, который нужно перерабатывать, ведь я о нем очень много рассказывать не буду, когда-то придет момент, вот, к моменту презентации. Но это именно тот фильм, о котором, это серия из трех, это три серии одного большого документального проекта, о котором говорил Игорь Николаевич Дадон под патронтом президента. Мы сейчас работаем над ним. Огромное спасибо всем историкам, которые присоединились. Есть масса проблем, с которыми столкнулись. Одна из главных проблем – это отсутствие источников информации с популярным изложением нашей истории. Это большая проблема. Вот я, как раз, тоже вчера на эфире с президентом говорила о том, что Армен Гаспарян – есть такой прекрасный журналист, и историй, которому, ну, он все-таки такой журналист, пишущий по истории, россиянин, которому тоже запрещен въезд в Республику Молдову, что это нонсенс, не знаю, что он сделал против Республики Молдовы, эдакого. И он, когда заходил в молдавский книжный магазин, ну, вы с этим тоже сталкиваетесь, есть литература на молдавском-румынском языке, издательство «Молдавские румынские», которая рассказывает, так скажем, одну точку зрения, ну, вот больше унионистская, больше соответствующая историю румын, которую изучают наши дети в школе. Народ-жертва. Да, народ-жертва, который должен отомстить своим угнетателям, и угнетатель – это обязательно Российская империя, Советский Союз, а в конечном итоге русские соседи, которые вот мы с вами все под одну гребенку, вне зависимости от нашей национальности, никто не разбирается нам, сколько пунктов, и что большинство из нас даже не может самоопределиться, кто же мы. На Кантемире еще писал об этом. Вот. И он говорил об этом, о том, что есть одна сторона представлена очень неплохо, и она имеет право на существование, она имеет право на жизнь, потому что это такая точка зрения. А другая сторона, которая промолдавская, я бы так сказала, потому что когда начинают говорить пророссийская, это неверное представление. Самое главное, это чтобы в стране были историки, люди, живущие и интересами этой страны. И которые помнили, что нашей государственности 700 лет, они, как нам говорят, под молотом были тропой. И мы не часть другого государства, мы не часть ни Румынии, ни России, ни Украины, не надо. У нас есть Республика Молдова, и это огромный дар, это огромное счастье быть независимым. И многие страны за это борются, многие страны кровью это завоевывают. Нам свалилось это счастье на голову, но мы почему-то хотим его отдать. Нет, вот смотри, у меня оба деда погибли. Один молдуванин, другой русский. А вот кем вы себя ощущаете в данной ситуации? Я как-то в детстве ответил, меня один очень важный персонаж спросил. Говорит, сынок, у тебя мама русская, отец молдуванин, а ты кто? Ну, я ответил. Вот я говорю, наполовину русский, наполовину молдуванин. И причем я показал вот ту часть, где сердце, я говорю, молдуванин, вот русский. И он говорит, так понятно, там, где сердце, тем ты и являешься. Откручься, где сердце находится посередине. Там, где родина, там и сердце. Но я что хотел сказать, вот у меня оба деда погибли. И я считаю, вот, что, когда говорят, вот нам свалилась свобода, все это вот как бы на шару, и вот разваливался союз. А я утверждаю, если бы мои два деда не погибли на фронтах, вот этого понятия молдавская советская социалистическая республика, с преемниками, которыми мы в современном мире являемся, ее бы не было. Поэтому я считаю, что заплатили крови, но, к сожалению, не эти аферисты, что жонглируют историю, а наши предки. А мы не всегда достойны их. Ну, очень многие отказываются от своих корней. Мне очень не нравится то, как люди сейчас пытаются, дедушки, бабушки были молдаванами, родители молдавани, а дети начинают рассказывать, что они, румыны, ни в коем случае никакого отношения не имеют к своим предкам. Это не очень правильно, не очень корректно. С возрастом приходит понимание. Особенно сельские ребята, когда их деды все гроши не ежеги бывают. Да, с молдаван, молдавень. А отпрыск уже, это как с Парижа вернулся. Мне кажется, это такая борьба с комплексом неполноценности. Точно так же, как и борьба с русскоязычными. Потому что почему-то пытаются доказать, что ты лучше, чем ты есть. Но никто не претендует, боже упаси, ни на чье чувство собственного достоинства. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто говорит на любом языке, если я владею этим языком, и этот человек не хамски ко мне относится, я, безусловно, перейду на этот язык и буду с ним на нем общаться. Благо языков я знаю порядочно. Но когда мне начинают тыкать пальцы до последнего времени, вот ты должен говорить так, а не так, я очень не люблю хамство. И по рукам я могу сразу же дать, и не физически, а словесно. Отбрею так, что долго не нужно будет использовать. Когда ты сказала не физически, при слове физически я вздрогнул, а потом чуть-чуть успокоился. Да. Я что хочу сказать, что вот вы начали вот с этого, народ-жертва или народ-победитель. Вот я считаю, что мои деды зря не погибли. И то, что они сделали, это некий зов предков. У нас часто многие говорят, да что вы там с этой историей, да забудьте вы все, да смотрите вы там все, давайте по-новому строить, по новым международным стандартам все, хватит этих всех отставаний, новое поколение, новые песни и так далее. А что-то нет. Вот почему-то теракты, вот все эти серии во всех странах мира, особенно просвещенных и особенно куда демократию на штыках принесли, они мне почему-то говорят, что вот прошлое как-то никуда не хочет уходить. Мы можем мантры, заклинания, что мы современные, мы совершенные, а наши деды придурки были, мочили друг друга, почем зря и все это войны сплошные и все, а мы, дескать, счастье просвещено. А вот прошлое не отпускает. Мало того, от того, как мы отражаемся в зеркале прошлого, видится наше будущее. И когда я сказал, что мир не только мы, как страна, а вообще сейчас мир на точке бифуркации. Ребята, куда мы движемся? Или для нас главным становится его величество профит, прибыль и сверхприбыль, и тогда мы будем мочить друг друга, пока не домочимся до конца. Или, наконец, мы возвращаемся к старым этическим ценностям наших предков, которые всегда говорили, что, что китайских возьмем предков, что европейские, что каких угодно, латиноамериканских, азианских, каких хотите. Все говорят, вот, например, в китайском языке, два иероглифа самых крутых от конфлуция. Жень и И. Жень означает человечность, а И означает справедливость. И что бы на земле ни творилось, на всех земных шарах, во всех культурах, мы видим, что это единственные два репера, которые всегда вели человечество к добру. И как только репером становился профит, власть, паблицити, там, как хочешь, назови лайки, шмайки и так далее, это всегда был путь никуда. Вот, создавая сценарий этого фильма, вот, если вот через эту призму, я не навязываю ее, я говорю, вот, что говорит мировая, там, история, философия. Что ты усматриваешь в нашей истории? Как ты ее видишь? Ну, можно даже не останавливаясь на этом фильме, а, в принципе, вот даже тоже след в истории. Для меня, почему мне интересны люди, в принципе, в истории, и мне интересна история через людей, через личности? Потому что человек не меняется. Ну, вот к своим, там, 41-му году, я могу сказать, что чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю свою маму, и уже, наверное, скоро начну понимать и бабушку. Насколько они, ой, мама, ты была права. Абсолютно. То есть, рано или поздно, знаете, как это, молодость, это недостаток, который со временем проходит. Точно так же и с историей. Только безграмотный человек, не знающий истории, может говорить, что мы первые в чем-то. Никто из нас не первый ни в чем. Открыть, я думаю, что учебник истории любой страны, и ты найдешь параллели с нами. Притом параллели такие фантастические, от которых становится прямо вот иногда дурновато. И ты уже, даже видя какие-то, если вот чуть-чуть что-то подучил, видя какие-то ситуации, ты понимаешь, что будет дальше. Вот нынешняя современная ситуация, как будет дальше развиваться. Вариантов не так много. Это как в том сценарии фильмов. Типа дежавюк. Да, и как в том сценарии фильмов. Есть определенное количество сценариев, все остальное это варианты вот этих сценариев. Поэтому я бы крайне рекомендовала почитывать историю, даже вот просто в популярности. Тем более сейчас такое количество интереснейших книг, интереснейших биографий людей. И неспроста не так давно приезжал сюда главный редактор журнала российского, который именно популяризирует историю. И вот я спросила, они за год смогли поднять в два раза свой тираж. Я говорю, подождите, о чем вы говорите? Мы с вами разговариваем о том, что тиражи падают в России. Мы говорим с вами о том, что... Да и везде в мире. Да, печатные СМИ умрут. А вы, очень узкоспециализированный исторический журнал, поднимаете тираж в два раза. Как? Он говорит, вы знаете, мы начали писать о людях. Мы начали искать изюминки. И люди, когда читают про других людей, и мы пытаемся осовременить вот это все, вот тогда они начинают читать как про себя. И у меня, например, в следе, как я ищу людей, героев, я должна, ну, мне должно что-то зацепить. То есть я должна, наверное, воспылать чувствами к этому герою. Если он не безразличен, не будет материала. Поэтому некоторых я откладываю, ищу, 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 ищу. Он должен стать человеком. И если ты относишься... А стать личностью для тебя. Абсолютно. Если ты относишься к учебнику истории, как просто вот к набору букв, которые нужно просто пролистать и потыкать вот в картинке, то ты никогда не будешь ее знать. То же самое, как в музее. В музее ты приходишь, и если нет классного экскурсовода, который рассказывает, а вот это было вот так, вот так, вот так. И вот мне очень повезло, потому что в нашем музее истории есть несколько экскурсоводов, которые мне рассказывали такие классные истории, которые вот мы смогли включить в этот исторический цикл. Они вам немного лет вот так вот накапливались, накапливались. Это уникально, когда вот, знаете, иногда не понимаешь. И меня спрашивают, зачем ты занимаешься в этой истории? Зачем? Ты вроде бы журналист, ну, там, социальчик, да, сейчас больше как-то в политику ушла. Зачем вот этим заниматься? И потом ты понимаешь, что неспроста эти 19 лет ты узнавал вот это, вот это, вот это, вот это, и тебя жизнь ведет вот к этому. Точно так же и людям. Если вы где-то на своем пути жизненном прочитали какую-то книгу, и вам кажется, что это произошло случайно, ничего ни в истории, ни в жизни случайного не бывает. Если вы опаздываете куда-то, поверьте, вам нужно было опоздать, потому что в этот момент вы встретитесь вот с этим человеком. То есть все это очень взаимосвязано, и, но самое интересное в любом историческом проекте, чем больше ты изучаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И еще хочется изучать, и еще хочется изучать. И ты понимаешь, что там в 45 минут одной серии ничего не вместится. Вместится однотысячное того, что ты узнал. И ты уже думаешь, какие следующие проекты сделать, и где рассказать. Тем более, я вот благодарна безумным историкам, которые, историкам, археологам, у которых тоже нет платформ для того, чтобы знакомить широкую публику со своими находками, исследованиями, открытиями, фантастическими открытиями. И они настолько благодарны, они настолько открыты. Не все, но есть такие люди. Они настолько благодарны, и они рассказывают, вот в археологов нельзя не влюбиться, так как они... Это, пожалуй, я хорошо знаком с этой братьей, это самые интересные люди. И я понимаю, женщины, которые в них безумно влюбляются. Археологи, геологи, это мечта любой женщины, потому что это люди, у которых горят глаза. Есть еще одна категория, альпинисты. Ну, я думаю, что это где-то рядом очень, потому что вот альпинисты и геологи для меня... Они недалеко. Тоже шныряют где-то. Вот, поэтому, я так понимаю, вы альпинизмом увлекались, то есть вы на себя тоже проецируете. Так же. Знаний лишних не бывает, историю нужно знать, и особенно она хороша для тех, она очень полезна тем, кто собирается заниматься политикой. Потому что тогда ты читаешь все происходящее просто как дважды два. И просчитываешь, ну вот... Поэтому мы знаем нескольких людей, которые очень хорошо знали историю и весьма преуспели хорошими. Были, может быть, еще будут идеологическими двигателями и направляющими. Я почему насчет альпинистов завернул? Вот у меня есть очень хорошие... Кстати, глупых альпинистов я не встречала. Альпинистов я много встречала. Кстати, большинство из них всякие ядешики. Да, вот-вот-вот-вот. Я вот с этими ребятами часто... Умные в горы не пойдет, это не про них. Они в горы пойдут. Так вот, Андрей Карпенко это человек, который худо-бедно, а флаг нашей страны вознес на Сагармадху. Она же Чамалунгма, она же Маунт-Эверест. Выше топ, выше некуда. И вот этот человек, который вытащил туда наш флаг, сказать, что он по национальности молдаванин никак нельзя. Этнической. Но если мы на нацию посмотрим как на совокупность национальностей, как гражданское понимание нации современное, самое, что не наезд, вот, так он молдаванин. Вот я горжусь молдаванином Андреем Карпенко с совсем не молдавской, как бы, казалось бы, фамилией, который... Я его когда-то спросил, вот, последние метры, что ты чувствовал. И вот там с кислородом там перебои, всякое бывало. Он говорит, я знал вот со мной флаг, и я его должен в эту точку занести, хоть там что ни случится. Вот это. И помимо всего, вот почему у него очень интересные коллекции древних монет, древностей и так далее. Вот. И в какой-то степени я вот по себе смотрю, что вот тоже когда-то лазил по стенкам, по скалам. Вот откуда-то вот любовь к этой кархаике. Вот когда идешь там по этим Тяньшанским или там долинам или Кавказским, вот везде вот чувствуется эта старина, она затаилась, она отползла, тут везде цивилизация, все, а в горах Рефугиум, там вот вот эти все осколки Аланов, осколки других национальных. И вот там чувствуется, что это прошлое, оно никуда не ушло, оно там. И вот вспоминается Кант, он на каких двух вещах всегда, он говорит, звездное небо над головой и моральный язык, моральный закон внутри нас. А это все связано с прошлым. И я почему как бы упорно вот с таким, как заведенный тебя все время спрашиваю, что ты чувствуешь? Вот здорово сказала, меняются там теории физические, меняются взгляды на математику и вклидово не вклидово геометрии. Это вы говорите, я этого не говорила. Нет, 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 ты сказала, люди остаются. Люди остаются абсолютно. Не меняются. Я просто дополнил вот эту мысль. Потому что Андромаха остается, Андромаха, царь Эдип остается, царь Клетемнестра, Клетемнестра, вот это вот, Сафоклы, Фрепитцы, вот эти, Титаны, они актуальны как никогда. И вот так вот смотришь и поражаешься. Мы чему-то учимся в этой истории? Или это так? Вы знаете, ну, тот, кто не хочет ее учить, тот ничему не учится. Тот, кто изучает, он, наверное, по крайней мере, он движет общество вперед. Потому что он понимает, на каких ошибок стоит избежать. И вот что я хотела сказать, кстати, возвращаясь опять же к геологам, археологам и всем остальным, я среди них не встречала агрессивных людей. Вот вы встречали среди них агрессивных людей? Они спасатели, все по духу. Так вот, а это говорит об уровне знаний, об интеллекте. Чем больше человек знает, тем меньше в нем агрессии. Потому что агрессия это проявление очень примитивных и безграмотных каких-то людей, которые, ну, вместо того, чтобы знания превратить в силу, у них их мышцы, их сила является... У них деструкцию. Да, и поэтому я... И у вас огромный круг общения не сравнить с моими, и у меня как бы есть некий такой уже багаж. Я считаю, что самое большое богатство это те люди, с которыми я встречалась по жизни. Встречи, интервью, это возможность общаться с людьми. В том числе и исторические персонажи. Безусловно. Мы общаемся с ними. И известные люди, с которыми ты разговариваешь и ты понимаешь, что с ними это нужно пользоваться. У меня вообще есть, если мне скажут, что у меня интервью там, ночью, выходной, на том конце света, но очень интересно интервьюируемый. Я рвану, потому что это еще и мой багаж, это мое приобретение, это мое богатство. Плюс еще зрителю можно будет показать. Но эти люди очень демократичны. Чем выше уровень интеллекта, чем больше багаж знаний... Меньше пафоса. Меньше пафоса. Они очень демократичны. Они всегда тебя выслушают. Они очень человечны. И вот то, о чем я говорила, в них отсутствует агрессия. Они смотрят немного по-другому. Они смотрятся высока. Те, кто изучают духовную литературу, те, кто теологию изучает, это люди всегда отстраненные. Почему всегда были старцы? Всегда. Люди, которые как раз прекрасно изучали. У меня просто дедушка оканчивал теологический факультет. Это отдельный разговор. Он биолог, теологический, очень глубинные знания, 12 языков, по-моему. Он всегда смотрел на все немного с улыбкой. И вот правда отстраненная. И он всегда наши какие-то детские между собой споры. Он улыбался всегда. И я потом понимала, потому что дед прочитал такое количество книг, и перед ним прошло такое количество вот этих внуков мельтешащих. Он дед себя видит. Поэтому и улыбается. И себя видит. И он видит тех героев, и он видит тех персонажей Святого Писания, которые тоже кто-то предавал, кто-то продавал, кто-то себя отдавал за весь мир, за человечество. То есть он все это видит. И чем больше... Вот эти люди прочитали гораздо больше. Почему люди себя посвящают и потом к ним другие приходят? Это правда, что всегда было. Приходили к мудрецам, приходили к сокалам, которые, во-первых, прожили много лет. Помнишь, мы говорили, они кроме всего, у них психология спасителей, спасателей. А она появляется у тех, кто очень много знает. И ты должен... Самое еще основное все-таки какая-то такая миссия у этих людей, они должны еще делиться этими знаниями. И я сталкиваюсь сейчас с огромным количеством ребят моего возраста, там вот 40-летних, да там 30-летних, которые настолько жалеют, что они не поговорили с своими дедушками и бабушками, и о том, что им сейчас интересна история, а историю своей семьи они не знают. А спросить уже бывает некого. А спросить некого. И это самое большое... Спасителя, спасателя нет. Нет дедушки, нет бабушки. То есть того, кто говорил, и ты в какой-то момент... У меня сейчас тоже часто беседы, когда мне говорят, вот дети на нас обижаются, дети нас не принимают, они когда к нам придут, я говорю, придут. Придут. Когда их обидят, они поймут, как они обижали своих родителей. Такой круговорот. Помнишь, у Расула Гамзатова вот великий был поэт, аварец из интересной страны, где там 60 аулов всего из Дагестана, и чуть ли не каждый аул свой язык, свое происхождение. Мы говорили горы Рифугиум, но этот Рифугиум, то есть место для спасения, это еще место, где живут спасатели, вот эти мудрые деды, старики. И что он сказал? У него начинается с цитаты из некого наварского мудреца Абуталиба. Абуталиб сказал, кто выстрелит в прошлое из пистолетов, в то будущее выстрелит из пушки. Ну это правда. Мне не хватает... Вот ради этого стоят такие фильмы делать? Безусловно, потому что, во-первых, отсутствие, кстати, могу рассказать несколько раз и многим рассказывал эту историю о том, что вот фильм наш прошлогодний по 1918 году Бессараби, он, кстати, самое интересное, что он вызывает огромный интерес за рубежом. И есть сейчас очень много фестивалей международных, которые нас приглашают. Не мы туда отправляем работу, а нас приглашают. У нас уже есть две премии, очень престижные, действительно классные. Назови их хотя бы, расскажи. Не назову, но хорош премии, так скажу. Да назови, матушка, а то у нас получается, мы как на чубочем, что вся Европа знает. А что хорошее сделаем, как-то мало. Одна из премий... Могу сказать так, что есть приглашение сейчас в Белоруссию, есть приглашение сейчас в Екатеринбург. Это очень престижный документальный. Это один из самых сильных, наверное, самый сильный по организации, по уровню, по общению в Екатеринбурге, в Москве. Мы тоже получили премию, это было в прошлом декабре, и очень благодарны, потому что помогали продвижению фильма выходцы из Молдовы, которые его увидели, сказали, надо, надо. Но единственное, что приходится там объяснять за рубежом, о том, что... предысторию, почему мы сейчас это делаем, зачем мы это сейчас делаем, почему это так актуально. И что я хотела сказать о том, что мне ничего не хватает, мне очень не хватает понимания того, что мы молдаване. Вот мы кто угодно, мы русские, мы все говорим, что мы молдаване. За границей мы все молдаване. Мы все молдаване. И русские, и местные, и украинцы, и грегозы. За границей нас все воспринимают за молдаване. Я очень жду момента, когда мы начнем не только за границей говорить, что мы молдаване, мы начнем в стране говорить. Вот сегодня на фейсбуке мне написали о том, что вот хорошо бы посадить по поводу языка общения за стол переговоров румын, русских и представителей других национальностей. Я ответила, вы знаете, хорошо было бы еще молдаван посадить, потому что все соцопросы показывают, что те, кто называют себя румыном, это все-таки большинство в этой стране. На 75% считают себя молдаванами. Это тоже право человека называть себя... Это его выбор. Абсолютно. Да хоть эфиопом себя назови, если ты хочешь быть. Это его право. Да, но как-то забывают о большинстве, меньшинство притесняет большинство. И почему эти фильмы действительно необходимы? Вот с этим фильмом 1918 в прошлом году, бакалавр, когда сдавали ребята, родители, значит, дети сдавали, писали историю, они писали так, как положено, как требуется. Бухарестным учебникам, да. Почему? Потому что детям нужны хорошие оценки. Потом родители закрывали кабинеты и говорили детям, а теперь смотрим, как было. И вот для очень... Все нападки, они были вообще с нашей стороны, и от наших унионистов шли. Из Румынии пришли на этот фильм. Очень хороший отзыв. Единственное, они сетовали, что не переведен. Хотя я знаю, что есть группа людей, которая решила уже перевести. Ради бога, переводите. Поразительное дело. Вот мое общение с румынами. Да, оно гораздо спокойнее. С румынами из Румынии. Румын-румыны, как я называю. Вполне мудрые люди, без истерик, без ревидентизма. Я, честно говоря, общался с такими. Но как встречаешься, с каким нашим Тудором Ставилой, который изучал, как ткачок мне клялся, Ленина, и всех этих классиков с ручкой и писал об одном. Так ты смотришь, что с этим человеком случилось. То писал одно, то вдруг мыслит совсем другое. Что-то какое-то завихрение интеллектуальное. Смотрите, в террористы кто идет? Те, кто новообращенный в ислам. Люди, которые с покон веков, гораздо сложнее из них вычленить. Потому что все новообращенные хотят быть святей Папы Римского. Вот у меня, я общался все время с казахами, с киргизами, с аварцами, особенно по альпинизму. Их стариков видел. Что означает слово ислам? Покорность. То есть мир, порядок и так далее. Но почему-то прославлены это именно экстремисты. Христианство чему учит? Оно учит любви к ближнему. Они очень с исламом похожи. Аврамические религии. Но почему-то все помнят крестоносцев, которые мечами махали, там рубали голову. И им в ответ рубали. Почему-то никто не говорит о том, что все мировые религии, буддизм, христианство, иудаизм, которые распространены во всех версиях православных, католических. Все учат людей человечности и справедливости. Хоть конфуцианство возьмем, как философия и так далее. И почему-то вот людей больше привлекает, как вот Салтыков, Шедрин говорил, мы с Валерой вспоминали, Демидетским. Что говорит, почему-то во всякой луже, среди гадов там ползающих, как Шедрин, умнейший мужик, всегда говорит, да найдется гад всех других гадов своих, и эройством, и доблестью превосходящей. И вот от таких гадов, что там мочили, там убивали и так далее, и написана история. Если посмотришь историю, это не история самоотверженности, это не история, когда люди защищали очаги, защищали веру, защищали какие-то принципы. Почему-то это история каких-то завоевателей, хополыжников, грабителей, черти знает кого. Вот такой взгляд на историю уже никуда не делся. Как только смотришь блокбастер исторический, Марк Антоний, Цезарь, еще кто-то, Наполеон и так далее. А вот простые люди, как вот здесь, что делать с этим, что помимо всех гадов и эройством своих превосходящей, то есть кровью, насилиемое. Вы знаете, чем ближе к простым людям, тем спокойнее они вообще ко всему этому относятся. Для меня женщина, вот моя бабка, которая этих детей через войну, через голод, нищету, она для меня Жанна Дарк, вот она для меня герой. А вот о них истории нет. У тебя есть в фильме истории про таких женщин, мужчин? Обычных, но все-таки как-то больше те, кто что-то действительно внес, какой-то вклад большой-большой в историю. Но есть у меня другая история, которая в моей жизни. Один очень известный тоже журналист рассказал, он очень много политике времени уделяет на освещение политических процессов. И вот он говорит, приезжаю я в село и говорю, родители спрашивают, ну что там, что там вот в городе? И он говорит, я им расскажу, что если эта партия объединится с этой, то будет вот это, а если вот это с этим, то будет вот такой вот расклад. И они говорят, меня слушают, слушают, слушают. А мы говорят, так сидим вот себе на лесенке у входа в дом. И вдруг в какой-то момент мать говорит отцу, говорит, слушай, а вот эта несушка, она же не наша. А тот говорит, точно от соседа пришла. И говорит, ой, надо все-таки ее отогнать, а то опять будет. Он говорит, а я пытаюсь опять им все про политику, а они говорят, слушай, иди все-таки выгони ее, потому что опять с соседями поссоримся. Опять там будет головомойка от них, нам это не нужно. И он говорит, и я в этот момент понял, какова суть и правильность всего в мире происходящего. Мы здесь думаем о том, какие там системы, там одномандатные, смешанные, все остальное, там, демпартии, социалисты, еще что-то. А в жизни все намного проще. В жизни есть дети, которых вовремя... Сидит бабушка и считает трилея, что с ними делать. А есть с другой стороны, в селе у людей другое. Пошел дождь, не пошел дождь. Пошел снег, не пошел снег. Для женщины, как она выносила ребенка тоже, как оно там внутри. Вам, мужчинам, никогда этого не понять, как мы вселенными являемся. Для тебя есть важный... Для меня, например, самое главное в жизни начинается, когда я переступаю порог дома, и у меня вот крошка моя годовалая, когда она требует внимания, и я понимаю, что все остальное, это совсем... Это отступает, это не так важно. Но я должна сделать так, чтобы она могла жить в этой стране, которая называется Республика Малдув. Вот все... Смотри, Лен, у нас почти все вот опросы общественного мнения показывают, что людей больше всего волнует будущее их детей. А это нормально, потому что мы люди, мы такие же, как все исторические персонажи. Ты знаешь, вот у меня опять воспоминания, у каждого своя история, свои предки. Я помню, это самое, вот бабушка, там меня, внука, малого, где-то идут похороны, где-то все, все лишь люди приходятся с чем-то там помочь, там все такое. Значит, там похороны надо, и галушки делать, и покойник покойникам, а людей надо. Накормить, да? И вот там такие, я заметил, женщины, они почти профессиональные плащицы. Село такое там, это Буковина смешанная. О, это очень интересно. Русины, я подчеркиваю, не путать с украинцами, это русины, это особый народ. Вот, и, значит, молдаване. И вот одна русинка, язык такой у них, смешанный, молдавский, русинский, вот этот. И одна. Ой, донька, на кого ты нас покинул? Разрывай. А я малый смотрю, ой, тетя какая-то. И вдруг она, ой, на кого ты нас покинул? Гошица, галушки принесла там, тетя, да ну быстро туда. Ой, на кого ты нас покинул? И я тогда ребенок, я впервые увидел, что человек как бы живет в двух мирах. С одной стороны она убивается покинувшему их, значит, человеку, а с другой такой строгий, деловой, да куда, галушки, да ты что? И снова, и тут же, не переходя щелк, она переходит в это. Это не очень вот то, что ты рассказывала, напомнила. У меня тоже есть такая еще одна история, ну, как бы она очень грустная для Борисов. Помнишь, ты говоришь, что ты им рассказываешь, они, да, да, вот курица, говорит, западный. Вот примерно то же переключение. Это, кстати, классная история, которая, правда, вот все рассказывает. У меня такая же история, когда, к сожалению, моего отца хоронили, очень рано он ушел, и отпевал мой троюродный брат, он священник. И, значит, все скорбят, это нормально, как бы и я даже плачу, это тоже нормально, все-таки папа один. И в какой-то момент у меня слезы просыхают, потому что я понимаю, что мой брат, это все происходит на Украине, значит, вот этим кадилом размахивая. И вот он рассказывает, он говорит, и помянем также всех усопших при Голодоморе. И я понимаю, что в отличие от всех остальных, которые, может быть, не очень вообще все это воспринимают, они там совсем, а у меня мозг включается сразу же, я на него вот смотрю, говорю, в чем дело, притом мы это все пытаемся жестами обменять. И он мне вот так вот уже показывает и дальше. Типа надо. Да, типа надо. Вот потом оказалось, что вот их обязали, вот сейчас во время всех отпеваний. Это тоже вот как раз переключение, да, то есть ты понимаешь, что есть какая-то такая вот реальность твоя и скорбь твоя, и в какой-то момент в твою жизнь вмешиваются современные процессы, которые, ну, вроде бы, никакого отношения не имеют, а имеют. И это тоже очень интересная такая показательная история, что даже наше горе, оно не абстрактное наше счастье, оно все равно происходит в обществе. И оно конкретно в этот момент, да, там, смерть моей мамы, да, в этот момент Майдан, как мне надо везти ее, да, сразу после, через пару недель Одесса, где сжигают людей, я храню маму под Одессой. Это тоже все очень близко, очень остро, очень болезненно. И даже вот это, насколько мы можем абстрагироваться от того, что происходит в обществе, и вроде бы жить своей жизнью, еще подобного. Мы обязаны что-то делать для этой страны, для того, чтобы наши дети жили в той стране, в которой мы хотим и как мы ее видим, для того, чтобы каждый из нас имел право высказывать свое мнение, для того, чтобы, да, есть демократическое большинство, но, тем не менее, мнение каждого человека должно быть уважаемым в этой стране. И если тебе есть что сказать, не молчи, говори обязательно, и не надо на кухне все это обсуждать, а от нас ничего не зависит. От нас очень многое зависит. И вот я это точно знаю, и я знаю, что благодаря каким-то моим материалам некоторые законопроекты были пересмотрены. Это было немножко при другой власти, но я уверена, что настанут времена, когда власти будут интересны то, что происходит в этой стране. Большое спасибо. Да. Я вот покаюсь телезрительным, что меня обычно обвиняют, что я там дамам руки целую, с мужиками здорово. Я все равно традицию, я не нарушу ритуал. Спасибо большое. Дорогие соотечественники, у нас в гостях была Елена Пахомова, журналист. Перед передачей я спросил тебя, как представить, что председатель комиссии по масс-медиа, журналистики, предпрезиденте республики, она говорит, вы что, Виктор Иванович, напишите просто, журналист. Спасибо вам за внимание, дорогие мои соотечественники. И помните, что будущее наших детей зависит от того, в какую историческую машину времени их поместят наши машинисты, наши историки, наши политики, наши пропагандисты. И всегда помните, что бабушки и дедушки, папы и мамы, прадеды, предки – это есть высшие авторитеты для своих внуков и правнуков. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Барщевич. Виктор Иванович Барщевич Виктор Иванович Барщевич